Как минимум один гол забивал. При этом выиграть у Фейнорда дома Вильям не может очень давно и 1-0 в пользу гостей на 30-й минуте. Свой момент хозяева не реализовали и первый голевой момент Фейнорда. Здесь показалось, что защитники Вильяма уже угрозу нейтрализовали. Но видите, дважды мяч удачно отскакивал к сопернику и во втором случае Элвис Ману просто взял да и пробил и очень здорово попал. От штанги мяч в ворота залетает. На седьмой гол Элвис Ману в 22-х матчах. И опасный момент 1-1 на 37-й минуте. Вильям сравнивает счет после стандартного положения. Это Фрейг Херкинс отличился. Но это вообще всего 11-й матч Херкинса в этом сезоне. Так. Курьезный гол. Потому что вовсе не головой и не ногой забивает этот мяч футболистов, выходящих на замену. Подача Дейкса очень хорошая. Скидка в центр штрафной. Борьба будет вверху. Удар не получается. И вот здесь нужно забивать. Опаснейшие моменты 2-1 в пользу Вильяма. Ван Бек там в ярости. И еще раз добивает мяч в сетку. 74-я минута. Вильям все-таки дожал соперника. У хозяев. Давайте посмотрим, кто там так грубо ошибся. Очередная отличная подача Дейкса слева. Вообще с тех пор, как Дейкс стал активнее подключаться к атакам Вильяма, стало интереснее. И Теренс Конголу машет левой ногой мимо мяча. После чего Бруно Андраде. Вообще занимался больше тем, что что-то показывал судье. Но вдруг увидел, как Конголу ошибся и успел, по меньшей мере. Боэтью с мячом. И нужно видеть. И 2-2. Красивый очень удар. Сравнивает счет Феянор на 82-й минуте. Наконец-то Колин Казим Ричардс, который довольно долго не забивал, свою сухую серию прерывает. И причем красиво так, корпусом закрывая мяч от защитника, тот ничего не может сделать, никак не сдвинуть Казима Ричардса с места. И разворачивается. Подданный Турции и Великобритании. И в девятку мяч отправляет. За Границу и Великобритании. Продолжение следует...